В социальных сетях разгорелись настоящие страсти вокруг проекта «Суровая специальность». Инициативная группа Сыктывкара в рамках Года молодежи решила необычным образом пропиарить рабочие специальности. Ради этого они выпустили серию плакатов. На них девушки модельной внешности заявляют, мне срочно нужен сантехник, сварщик или плотник. Некоторые такую рекламу посчитали неприличной. Любовь Лапина подробнее. Иван Косторнов, координатор проекта «Суровая реальность», доволен. Они все-таки добились того эффекта, на который в глубине души очень надеялись. А именно, привлекли внимание к своему проекту. А все началось с этих фото. Они появились в социальных сетях для затравки еще в начале ноября. Вот баннеры, которые вызвали максимальную реакцию. Вот они нужны, но они не размещаются в городе, как баннеры. Вот это баннеры, которые были в социальной сети только размещены. В баннерах нет совершенно ничего пошлого. То есть, правда, реклама фитнес-клуба любого, она именно такая. То есть, она содержит такой же позыв. Там магазины женского белья, но они точно такие же. Впрочем, зря рисковать авторы проекта все же не стали. На улицах Сыктывкара появилась уже вторая серия фото. Вместо раскрепощенной девушки – вполне невинные и растерянные создания. Таким девушкам и вправду хочется помочь. Мы столкнулись с тем, что заставить человека прочитать какой-то материал, довольно там большое длительное интервью со сварщиком или с монтажником, довольно сложно. Мы решали вопрос привлечения внимания к проекту. В данном случае баннеры привлекают не столько внимание к поступлению в вузы, сколько привлекают внимание к проекту. И это удалось. Иван Костарнов отмечает – эффект уже есть. Если раньше героев для своего проекта не искали, то теперь истории успеха буквально посыпались на организаторов. Оказалось, в Сыктывкаре немало рабочих передовиков. Статья о настоящих мужчинах уже в скором времени появится во многих изданиях республики. Очень приличное, нормальное. Я считаю это положительное, потому что надо как больше расширять круг профессий для людей. Сейчас тем более требуются такие специальности, как электрик. Потому что людей с высшим образованием очень много, а таких людей мало. Нормальные плакаты, потому что слишком много у нас уже юристов, бухгалтеров, поэтому пора уже, наверное, чтобы были рабочие специальности. Подержала призыв и столичная администрация. Проблема нехватки квалифицированных рабочих для Сыктывкара особенно актуальна. Безусловно, такой формат, по-моему, он на грани фола, но он не противоречит рекламному законодательству, каким-то морально-этическим нормам. И выполняет функцию достаточно эффективного механизма подачи информации. То есть гораздо больше людей обратят внимание именно на такие плакаты, нежели на какие-то скучные разъяснения в газетах, в журналах и иных средствах массовой информации. И поэтому проект весьма интересен. Проектом заинтересовались и другие города России. Так и Новосибирск и Ростов предложили координаторам проекта сделать такую же рекламу в своих городах. На баннер обратили внимание даже иностранцы. Об оригинальном продвижении рабочих специальностей уже написали итальянские журналисты. Любовь Лайпина, Павел Фетисов, Олег Остромин, телеканал Юрген, Сыктывкар.